Игорь, Ваше впечатление о нашей команде, о ее игре? Ну, я думаю, команда все-таки, несмотря на поражение, которое мы потерпели от пельгийцев, показала все-таки достойный футбол на чемпионате мира. Конечно, обидно, что так получилось. В общем-то, мы не должны были проиграть эту игру. Хотя нас там и подвел этот судья. В общем-то, он там и поднял флажок, опустил. В общем, непонятно там получилось. А впечатление, конечно, громнейшее чемпионат мира, все-таки это не часто бывает. Хотелось, конечно, выиграть. Но немножко не хватало опыта, может, ребятам и, в общем-то, нам всем. Может, поэтому и тяжело было. Я думаю, это все-таки неудача. В общем-то, поможет нам в дальнейшем разобраться в ситуации, в которой мы попали. В общем-то, она была, конечно, сложная. Команда есть, неплохая команда. Главное, в общем-то, дать время тренеру поработать с ней. Хочется сказать то, что команда была сплоченная. И микроклимат был в команде очень хороший. И, по сути дела, игра на чемпионате мира показала, что мы можем играть в хороший футбол. И не только наша пресса отмечала, но отмечала пресса и мировая, то есть и европейская, и мексиканская. Вот. Ну, как говорится, ну что, игра-то была хорошая, а результатов, в принципе, мы, конечно, не добились. Могли и большего добиться. Ну и какой все-таки вывод, Ренат, можно сделать вот сейчас, даже после поражения? После поражения, я думаю, что игра есть. Нужен только еще, чтобы мы сделали результат, конечно. И вот сейчас пойдут отборочные игры чемпионата Европы. Я думаю, этот коллектив, который был на чемпионате мира, он должен, конечно, остаться. Ну, может быть, вы отметили бы кого-либо из своих товарищей? Ну, конечно, могу отметить. Это, наверное, Ваня Еремчук. Это в первую очередь, потому что на этом чемпионате он показал довольно неплохой уровень игры. Ну и, конечно, самое главное, это Игорь Биланов. Перед началом чемпионата очень много говорилось об условиях мексиканских. Как вы на себе это почувствовали? Ну, если говорить лично про меня, то я вроде бы адаптировался к этим условиям. Единственное, тяжело было, что там, как назло, вечером шел обильный дождь, а как надо играть, так выглядывало солнце. И поэтому было испарение, и было так тяжеловато играть. Я смотрел игры в основном со Старларианой, и вот зрители, которые находились у нас дома. И мы приехали, и мы увидели, что очень правильно в основном, как мне кажется, люди отнеслись к этой неудаче нашей сборной. Все видели, что уже сложился очень неплохой, боеспособный, дружный коллектив, который показывал, ну, даже в этих матчах, которые мы провели, ребята провели на полях из Мексики. Это очень интересный футбол. В футболе, так как никто не застрахован от поражений, постигла неудача. Я считаю, что нельзя руки опускать все-таки. У нас уже в этом году предстоят игры отборочные чемпионаты Европы. И сейчас нужно продолжать в том же направлении, как мы работали, и отдать все силы, чтобы все-таки о советском футболе заварили вслух, весь мир заговорил, чтобы все знали, что мы тоже умеем неплохо играть в футбол.